Перед тем как все-таки выпустить меня на сцену, Борис Рафаилович Кельман оторвался от приготовления своей речи и сказал, что вот хочет, чтобы я рассказал вам обязательно что-нибудь за нашу прекрасную Одессу. Поскольку, наверное, все женщины из Самары знают, что легче выполнить желание Бориса Рафаиловича, чем объяснять, что у тебя болит голова, я не буду спорить. Тем паче наши города достаточно близки друг к другу, я, например, с удовольствием узнал, что персонаж любимого романа моих земляков «Паниковский с гусем» стоит не только в Киеве на углу Крещатика и прорезной, но и у вас в Самаре. Я думаю, что у вас в Самаре празднуют день 1 апреля, и потом 2 апреля половина города ходит как оплеванные, поскольку надо же разыграть в ответ, как это сделать. Я как раз помню, как я отправлялся в Самару как раз в начале апреля 2-го. Я очень быстро унес ноги, потому что 1 апреля я тщательно записывал, это еще было в советские времена, на магнитофон, все, что говорит радиоточка, и ровно в 6 часов утра включил слова «Московское время 7 часов». И моя жена пришла на работу на час раньше, а потом, конечно, пришла домой. Но у нас в Одессе 1 апреля действительно замечательный праздник, все идут с плакатами, скажем, колоннами, производственными, как в советских демонстрациях. Идет колонна Одесского порта и несет плакат «Доведем импортную технику до уровня отечественной». Медицинский институт, я помню, каждая кафедра выходила со своим плакатом, мне больше понравилась военная кафедра. Она вышла под плакатом «Враг не спид». У нас очень любят политические плакаты, вот была целая такая колонна политических плакатов. Больше всего мне понравился плакат «Панамский канал был, есть и будет каналом». Поди возрази. Но вы знаете, поскольку вот в послед... Ну, я уже не говорю о наших праздниках. Я помню, что на первой нашей большой юморине на стадионе произошло маленькое затруднение. Мы надеялись, что это все произойдет как-то быстро. Тем не менее, стадион 60 тысяч битком замолк. На стадион выкатили вот это вот прямо на середину газона огромную, самую навороченную стиральную машину. И сообщили, что немедленно отдают ее тому, кто сейчас сойдет с трибун и положит фотографию тещи с дарственной надписью. Машину увезли обратно. Ну, вы знаете, самый вот плакат, который мне вот сейчас особенно приятен и очень по душе, это вот такой недавний плакат. На нем было изображено «Девочка-приемщица в окошке бюро находок». Она вывешивала на это окошко плакатик «Граждане, еще не все потеряно». Хороший плакат. Мне он нравится. Спасибо. Знаете, то, что захлопали после этих слов, внушает некоторый оптимизм, и я даже решусь обратиться к вам за советом. Я вот прямо отсюда, из Самары, лечу в Якутск. Там я буду участвовать в конкурсе красоты «Мисс Якутия». Естественно, в качестве члена жюри. Но я вообще этих конкурсов боюсь. В 1986 году, в городе тогда еще Свердловске, я тоже участвовал в таком конкурсе в качестве жюри, а также номера, так сказать, эстрады. И в итоге меня чуть не избрали мисс Свердловск. И зря вы смеетесь, там, оказывается, было условие, что одна из мисс, там мисс «Народная любовь», кажется, что-то такое. И вот ее получает та мисс, и вообще тот участник выступления, которому по показаниям шумомера громче всех хлопают. И вот жюри стало перед вопросом, вручать мне этот приз или морду набью. Они совершенно правильно решили, что второе, и пока обошлось. И вот я просто хотел бы спросить у вас сейчас совета. Я вам спою песню, которую я тогда пел на конкурсе «Мисс Свердловск». Многие говорили, что в этом конкурсе, как бы эту песню петь не тактично, я не понимаю почему. Даже несмотря на то, что в фойе, естественно, висели фотографии всех этих красавиц. А песня эта связана с историей, которая произошла именно в моем родном городе Одессе. Так что, Борис Рафаилович, я делаю все, что вы велите, не смотрите на меня. Песня называется очень коротко «Случай». Песня называется очень коротко «Мисс Свердловск». Песня называется очень коротко «Мисс Свердловск». Такие позорят наш город. Дружинники дам этих знали, по службе, конечно, мир тесен. И сотен с трудом отобрали, для стенда потребные десять. Конечно, повесили фото с фамилиями, с адресами. Потом номера телефонов дописывали они сами. И к стенду тому каждый вечер.